Люди местные хотят что-то сказать по поводу работы депутатов, еще кого-то. По поводу управляющей нашей компании. Мы, например, в доме довольны и в услуге жителей довольны с приходом новой управляющей компании. То есть они вот у нас уже, наверное, около четырех лет или четыре года даже. То есть, конечно, и услуга в порядке стала. Я ведь живу здесь 25 лет уже, я же вижу, как что-то двигается. Двигается эта работа. У нас большую помощь тоже оказали. У нас текли все крыши, крыша текла полностью, заливала все квартиры. Они тоже помогли нам, чтобы сделать капремонт. Какую-то часть мы внесли, потому что мы все являемся собственниками. Дальше, по какой бы вопросам ни обращались, они нам не отказывают. То есть все нормально у нас. Сделали вот нам навесы в том году. А кто конкретно, если по именам? Станислав Николаевич и ребята из лебедитационного центра. Да, деньги нас за это не брали. А скажите, вот ходит мнение. У меня как у журналиста бывает, что с разными людьми встречаюсь, и кто-то говорит наоборот, что они ничего не делают. Сейчас делают это только перед выборами. И вот, кстати, еще такой вопрос. Так как мы независимо все снимаем, они это делали вот сейчас недавно, перед выборами? Или это давно сделано вообще? Когда это сделано? Два года, три назад, крыша-то текла. Почему раньше? У нас была и администрация другая. Почему раньше? Они же видели, с 67-го года дом постройки, почему ничего не делалось? Почему предыдущие власти, почему канализацию они нам не сделали? А что же мы хотим, чтобы вот эти вот пришли депутаты и управляющие компании, и чтобы за это время, то есть все-все сделали моментом? Но так же нигде не бывает, правильно? Моментом. Если бы они вообще ничего не делали бы, но работа-то двигается. То есть двигается точно. Конечно. И это не связано никак с выборами? А при чем здесь выборы? Ну не знаю, говорят, что они перед выборами только что-то делают, а в другое время... Да, ерунда. А кто это может говорить? Почему вот так люди говорят? Как вы думаете? Почему так говорят? Наверное, людям больше нравится в бардаке жить, как мы жили. Действительно. Ну а сейчас с приходом их, вот этих депутатов и этой компании, как я понимаю, услуга, все меняется. Не быстро, но меняется. Вот, например, я слышала, то есть там не так, что там где-то сплетни услышала. Вот у нас здесь учитель в доме, Тамара Сергеевна Лобыч. Вот она в том году это самое, ну подходила все-таки, как я старша по дому, подходила ко мне и говорит, Нелли, говорит, вот в острове, там, говорит, учительница, говорит, старая, ей нужно это самое, ну помочь разобрать сараев. К кому обращаться? Ну к кому действительно человеку обращаться? Я говорю, давай позвоним Станиславу Николаевичу и Ефимову. Вот мы позвонили, то есть та женщина, ну вот учитель встретилась с ним, и они помогли. Но деньги-то они не взяли. То есть без денег это? Без денег. Почему у нас вот эти навесы без денег сделали? И вот так вот, сколько раз обращаешься, даже до того, когда они пришли, то есть стали депутатами, мы же обращались, правильно, обращались. У меня и муж обращался, у него свой дом в Кракурии. И они тоже помогали? Да, и деньги они не берут. А есть мнение, что они наоборот берут деньги? Ну, знаешь. То есть это, вот мне интересно, как журналисту все равно, что, почему это говорят люди? То есть в принципе, ну если они делают все-таки добрые дела, деньги не берут, и этого, ну, доброты, можно сказать, не хватает, что происходит в человеке, когда он, он же видит тоже, наверное, а все равно говорит? Не знаете? Я даже не знаю, что говорит. Вот говорите. В общем, вот на протяжении 25 лет, ну, поскольку, сколько я здесь живу, то есть живем мы рядом, у нас кладбище. Кладбище за все это время ни разу не убирались. То есть они, как бы, вроде бы и хоронят людей, но кладбище не убирались. Мы обратились в администрацию, написали письмо. И вот, то есть Нарыжнев и Ефимов организовали уборку кладбищ. Они убирали в том году осенью, начали убираться. В этом году, ну, там такие кучи навалены, конечно, что сразу-то все не уберешь. Перед праздниками, вот, то есть, которые идут праздники, это самое, они выставляют контейнеры. Раньше этого, конечно, не было. Конечно, изменилось. Много изменилось. Но не все же сразу. Мы хотим все и сразу. Так не бывает. Понятно. Ну, а раньше до них вообще какие-то изменения шли? Ну, так, как вот сейчас идут. Я имею в виду, раньше до... Давайте я вам канализацию покажу. Вот и наши изменения. Почему? Почему предыдущие управляющие компании, администраторы, почему не производили капитальных ремонтов? Почему не делалось? Или деньги это не выделялись? Или это считалось нормальным все? Ну, вот и все. Представляете, как. Хорошо, спасибо. Вот так. Расскажи, что у тебя с проблемой, ты обратился к Нарыжному, как действительно было. И человек, ну, не отказался. Ну, я сейчас, не-не-не, прошу прощения. Значит, хотелось бы спросить. Вот у вас отремонтирована крыша, подъезды. Можете сказать, чья это вообще заслуга? Кто это делает? Ты делал ЖКХ, Новая Жизнь. Новая Жизнь, ЖКХ? Да, мы просто говорили. То есть это делали ЖКХ, это вот новая компания, услуга которая, да? И с Новой Жизни? Да, подстроили крышу у подъездов. Ну, в общем, хорошо сделали. То есть вы довольны? Лично я, да. А с жильцов брали вообще деньги за эту работу? Да, в жизни нет, конечно. Нет, конечно. А почему вы говорите, конечно? То есть они никогда не берут или... Да нет, ну так не... Им когда-то очень давно что-то помогали делать, я пытался покормить, вот бывало, что покормишь. Ну так, что-то там в кафе, а так, нет, они деньги и вообще никогда в руки не берут. Понятно. То есть одно вот это делал, а что вы можете сказать, слышали, что у вас проблемы с проводкой какие-то здесь были, с электричеством? Да, они теперь есть. Кропка распределена, загорела. И опять же с новой жизнью электрик приезжал и временно подсоединил деньги. То есть вам ее надо поменять просто, да? Да. Ну, а деньги тоже не взял? За что? За с новой жизнью, что... Что посмотрел. Да, что посмотрел или переключил. Нет, конечно. Нет, конечно, да? Ну, а как бы вы сказали, вот, если говорить про депутатов и, ну, вот, что они помогают? Я обратился с письменной просьбой в администрацию. Там обещали мне денег на ремонт электропроводки. Обещали. Да. Ага, понятно. Хорошо. А можете сказать, вот, говорят про новую жизнь, про депутатов, которые с новой жизнью, там, про Ефимова, и говорят плохо? То есть, я до сих пор... Нет, я с такими людьми чуть не общался. Не общался. То есть, основная масса ваших людей говорят хорошо, да, получается? Ну, плохо в этом случае нет, потому что они нам помогают, лично нашему дому. Надо бы помогли. Да и вообще по услуге они много делают, и дворниками, и иначе. А может быть, это для того, чтобы перед выборами только сейчас они делают? Я не знаю про это. Нет, а они это вот недавно делают, или, в принципе, они в процессе постоянно? Да, я, сколько я живу, вот, как она существует. Вот здесь, в этом... Там-то я жил в Дюмриде пять лет назад, переехал. Здесь более замедленная их работа, да. То есть, постоянно, не только как перед выборами за месяц, за два они делают, а всегда? Нет, в прошлом году они косили, там, где... Мало же, что народу в этом доме, тут, взросло. Госят, и... Это... Бог вилет. Понятно. Ну, вы довольны ими. Конечно, вот ведь я помню-то. Ну, а примерно, ну, по вашему мнению, сколько бы такие же слова сказали бы из вашего дома людей? Семь, наверное. Семь, наверное, все. Не надо, а не надо фотографироваться, а я не фотографирую. Нет, нет, нет. Скажите, пожалуйста, вот вы проживаете в этом доме? Да, но я живу здесь недавно, но это единственный человек, который помог нам сразу. А кто? Это Станислав Николаевич. А фамилия? Ефимов. Ефимов, ага. А мы приехали вот сюда, дочь у меня учителем работала. Ну, в общем, не было. А он, вот когда мне подсказали, чтобы к нему обратиться, они просто трубу свою нашли и за свой счет вообще нам это ничего не стоило. Вот что меня удивило, просто вот одним днем взял и сделал. И к нему вот когда обращаешься, у нас даже вот женщина, у нее дочь умерла, Морякова Люба, вот если бы вы вот к ней подошли, они ей очень здорово помогли. И она осталась одна, у нее там детей забирали, но она хорошая. Так она обратилась опять же к Станиславу Николаевичу, они ей там двери поставили, потому что, чтобы детей не забрали, сами знаете, чтобы было. Ну, как бы в квартире нормально, все. Он ей все-все помог, это она сама мне лично говорила. Ну, в общем, я о нем слышу только хорошее, по крайней мере. И тем более, как он нам с самого начала помог, это все. Вот я говорю, это уже чувствуется человек, если вот он пообещал, он сделал. Понятно, смотрите, ну, а может быть, он перед выборами это делает? А мы здесь сколько, 5 лет живем? И всегда он делает? Так я и говорю, если обращаешься к нему, он делает. Почему обязательно перед выборами? Я вам не говорю, что там прям вот, на тебе из-за этого. Я просто говорю то, что было, и что вот мне лично, вот он понравилось, что вот он сказал, сделал. А вот недавно, недавно, ну, это не выбор, это просто у людей забирали. Детей сказали, если не будет там, ну, благоустроена квартира, сделали. Они им сделали? Да, они им сделали. Они помогли, потому что у нее и с деньгами, ну, что она техничкой работает, зарплата же маленькая. Морякова Люба, вы можете, ну, она в Ленрыбе, я адреса не знаю, в школе она работает техничкой. Понятно. Ну, я так скажу, вот я приехал сюда, ну, потому что были звонки поступали, что люди хотят, ну, просто поблагодарить. И не знают, как, через СМИ. И у меня вот один только вопрос, что, ну, может быть, вас кто-то подговорил, а, вы скажите, хорошо. Нет, нет, нет. Это однозначно нет. Нет, нет, нет. Вот я даже сама смотрю, потому что, ну, людей, они же вот когда здесь помогают, они вот, то кладбище, они уже присмотрелись, скажем так. Они вот в школе помогали, вот школа когда была, потому что, ну, как у них, спонсорская помощь была, что они там и туалеты делали, и все, ну, в общем, как строители. Вот, и это как ее, блин, рыбу приезжаю, благоустройство, ну, это было, это же не сейчас, не раньше, ну, просто, вот, приходит время, они все, посадки там делают, убирают, везде-везде, и все новая жизнь, и все это самое, и все руководит Ефимов. Ну, я не знаю, это просто, не из-за того, что выборы меня, это самое, но лично я бы вот такого депутата бы хотела, потому что, если, к кому мы тогда обращались, и с канализацией у нас, он, ну, сейчас решился, наконец, вопрос, а то вот пять лет, и до сих пор у нас все, все вот, вот так вот все лилось, вот видите, как, и все, покрыши к нам тогда приезжали тоже не это самое, как, и опять же, вот этот снег, тогда тоже они же чистили. Я говорю, куда ни коснись, везде они, вот и все. Деньги не берут. Я, портал городкингисепп.рф и газета город-кингисепп.рф. А, кингисеппский. Да, да, да. Потому что у меня только был московский товарищ. Понятно. И такой вопрос, что люди хотят сказать о работе вот депутатов местных, кто-то о новой жизни говорит. Вот, что бы вы сказали вообще по этому поводу, по работе депутатов? Делают, работают они, не работают? Есть у вас какое-то мнение по этому поводу? Ну, я, знаете, откровенно говоря, только включаюсь в работу, я же живу в Питере, и поэтому вот год, как я нахожусь здесь, получил наследство вот этот дом. Поэтому, что я могу сказать о работе депутатка? Близко я не сталкивалась. Но вот, когда я обращаюсь, отказы я не получаю. То есть, в данной ситуации я, вот здесь пожар был у нас в деревне, мы позвонили в новую жизнь Стасу. Он в момент там согласовал, и команда была здесь. Сейчас вот они мне делают забор. Так что... А дорого вообще берут? Вот. Дело в том, что они у меня, как бы, как мне вам сказать, доброе дело делают. То есть, без денег? Да. Материал мой. То есть, просто работу выполняют без денег? Да. Дело в том, что они доброе дело делают, и поэтому, и все-таки, это дом водской народности. И вот этим самым они еще тоже помогают, восстанавливают то, что вот разрушено, и то, что нет. Ребята хорошие были, здесь вот работали они. Вы можете согласиться с тем, что они что-то делают? А можете, вот вы со стороны человек получаетесь, и мы, как журналисты, иногда, ну, в основной массе тоже слышим хорошие отзывы. Но есть такие отзывы, ничего не делают, ничего не добиться, только перед выборами что-то делают, и в другое время не делают, деньги берут, что-то хитрят, все земли продали. Ну, вот такое даже слышно. Нет, нет, я такого ничего не слышу. Я вот слышу, вот про дорогу сейчас говорят. Что дорогу вот сделали, а людям не пройти. Волосипедистам то же самое, нам старым людям тоже не пройти по камням. То есть, ну, что большие камни. Да. Вот я уже в Волосе ездила, разговаривала с заместителем Волосе, но пока еще никаких, никаких вот просветов нет. Вот я, это, вот с той организацией, организация называется «Новая жизнь», вот. Этой организацией я вот только положительное могу сказать. Вы знаете, вот и уборка кладбища. Уж когда я приехала, это было такое кладбище, стыдно. И поднимали мы вопрос, ну, на всех уровнях, как можно сказать, и ничего. А вот обратилась опять же в эту новую жизнь, и ребята приводят регулярно в порядок. И староста сейчас тоже, он является старостой, и в то время вот по похоронной части он там занимается тоже. Это закрытое кладбище, и похоронено почти все, очень много участников войны и малолетних узников, потому что с этого района, вот с нашей местности, малолетних узников мне здесь с родителем посылали же, отсюда выселяли. Я вот лично сама в 1953 году только сюда приехали. То есть вот они нас забрали там в 1943 год, а в 1953 только мы сюда приехали. Вот поэтому на этом захоронении, вот на этом кладбище очень много участников войны. Поэтому вопрос, конечно, приведение в порядок кладбища, это наше дело. Понятно. А вот еще один вопрос с тем, что у вас работали ребята с новой жизнью, да? Кто-то говорит, есть такое мнение, что их там заставляют, ну, чтобы они ехали, где-то что-то делали. Вот вы замечали по ним, что они это делают, ну, через палку, так просто сказать? Нет, нет. Не могу этого сказать. Ребята очень довольны и всегда ко мне приезжали. Они, даже улыбка, радость какая-то у них, понимаете? Я ничего не могу сказать. И делали они основательно, с приборами, там не просто вот так забивали, да и все. А постоянно измеряли, смотрели, чтобы ровненько тут было. Я не могу это ничего сказать. Я с ним, конкретно я, с этой группой, вот ребят, первый раз. Но вот как я не обращусь, или кто-то вот в деревне, мы писали тут письма, что насчет кладбища собирала, я подпись отдавала. Я ничего плохого не могу сказать. Только хорошего. Понятно. Ну и еще... А что там у них, как их там загоняют, не загоняют. Я наоборот у них спрашиваю, говорю, а почему вас, я вас ждала, вот, у нас следующий день. Говорю, а вы почему-то не пришли. А мы, говорит, на другой работе были. Мы настолько, столько работы, что мы, в общем, у вас немножко подсказать. Они еще мне не докончили, но я уже думала, у нас материала нет, вот эту сторону еще надо делать. Это как бы вот такой забор был у моих дедов и бабушек. Вот такой вот забор. Ну мы решили сделать вот так, с сеточкой. Ну, если общими словами, вы довольны работой депутатов и новой жизни. Ну я же, я вам сказала, я же не на постоянной. Ну да, да, да. Поэтому нужно вам конкретно, что они там. Ну вот, куда мы не обращались, с какими вопросами, они всегда откликались. И всегда, это не надо было месяц там ждать, или сколько-то сразу реакция была на ту просьбу, которую мы... Ну и тоже это вопрос, что они, вот если вы год знаете их, что это не просто перед выборами, чтобы там... Нет, да нет. Перед выборами, значит, можно обращаться. Да, нет, говорят так тоже некоторые о том, что вот новая жизнь ничего не делает, а перед выборами там за месяц, за два делают, делают, показывают, как будто они работают. А на самом деле, то есть занимаются показухой. Казухой занимаются, нет, я об этом сказать вам ничего не могу, показухой. Я обратилась, они мне помогли. И ребята неплохие, вот. Понятно. А как... И там вот в школьном учительский дом, там тоже они работали же, те же эти все ребята. Я говорю, у нас возник пожар, вы представляете, никого нет, одни бабуси. У нас такой страх, кто-то там бросил на сухую траву сигарету там или что там. И просто тьма, вот дым сплошной шел. И пришлось к кому обращаться. Ну, вы сейчас уже как местный житель здесь. Да, ну я, в общем-то, живу, да, здесь. Ну, стараюсь, как говорится, привести в порядок. Но мне сложно, потому что мы с мужем на пенсии. Дети сами, понимаете, не могут нам помочь, у них свои там проблемы. А это вот дом водской культуры. И хочется его восстановить. Вот началось с забора. Субтитры создавал DimaTorzok